Всем привет! Меня зовут Виталий Фишчук. Я представляю вид спорта стритворкаут. Друзья, всем привет! Меня зовут Руслан Сафаров. Представляю команду Bodybuilding. О своем сопернике знаю то, что он один из топовых атлетов воркаута, чемпион Украины по воркауту и что не очень немаловажно, что он выглядит как в принципе бодибилдер, очень такой массивный, сильный. Я знаю только одно. Мой соперник абсолютный чемпион России по Мэнс Физик. Больше ничего о нем не знаю, его достижений больше не знаю. Я думаю, я выиграю. Считаю, что выиграю то, что я функционален, работаю в принципе всегда и на турниках, и со всеми приспособлениями качковскими, так и другими гирями и штангами. А соперник работает только на турниках. Может быть и на турниках он будет преимущество, но я думаю, на длинной дистанции я покажу свои сильные стороны. А сейчас я представляю вам Руслана Сафарова, чемпион России по бодибилдингу в номинации Мэнс Физик. Сегодня он даст жару этим турникменам. Ты готов? Да готов на все сто. Какие твои прогнозы? Порвать, порвать все. Вот это настрой. Настоящий билдерский настрой. Русик, удашь. Давай. Виталий Фищук, чемпион Украины по стритлифтингу и помимо этого очень сильный атлет в самом воркауте и вообще крайне разносторонний спортсмен. Поэтому я считаю, что буквально никакой противник, никакой составленный комплекс не может его остановить. И естественно, он сегодня выиграет. Виталий, что ты думаешь по этому поводу? Я выиграю сегодня. Многословно, но очень круто. Вообще много упражнений не из воркаутов, но я думаю попробовать и все равно выиграть. Ну что, Виталий, а говорят, что ты украинский хал? Тогда питерский тор ждет тебя на нашей земле и показывает свою силу. Давай, дружище, пусть победит сильнейший. Главное не терять уважение, достоинство и всегда спорт превыше всего. И уважение. На старте наших спортсменов ждут выхода силой на перекладину. Затем парням предстоит выполнить 20 трастеров с Аполлон-Акселем весом в 50 кг. Далее им достанется гирий весом 32 кг, который надо будет закинуть на грудь каждой рукой по 10 раз. Четвертым станет просок фитбола в цель на высоте 4 метров от пола. Завершаться программа будет настоящим испытанием на выносливости силу воли. Спортсменам предстоит удерживать два снаряда для фермерской прогулки на протяжении минуты. ВОРТЕХ СПОРТ ПАТЛЕ И сегодня нас ожидает третья, заключительная заруба в командной битве воркаут против бодибилдинга. Как вы все знаете, в первых двух баттлах победили представители команды воркаут. И командная победа уже за ними. Но сегодня мы посмотрим, смогут ли забить представители команды бодибилдинга хотя бы гол престижа или воркаут разгромить бодибилдинг сухую. Итак, сегодня команду воркаут представляет чемпион Украины по стритлифтингу воркаут по прозвищу Халм Виталий Фещук. Добрый день, дорогие друзья. ВОРТЕХ СПОРТ ПАТЛЕ приветствует вас. И сейчас мы видим, как Виталий Фещук, чемпион Украины по стритлифтингу, рекордсмен мира в этой дисциплине, выходит на арену. Если не ошибаюсь, это самый крупный атлет в мире, который профессионально занимается воркаутом. И его соперник, представляющий команду бодибилдинга, из команды сферы фитнес, абсолютный чемпион Санкт-Петербурга, чемпион Пскова и чемпион России по пляжному бодибилдингу Руслан Сафаров. В этой схватке его соперником стоит Руслан Сафаров, чемпион Санкт-Петербурга, Пскова, чемпион России по мэнс-физик. Также у него есть кит-боксинг, кит-боксинг и очень разносторонний подготовленный атлет. И может быть как раз это прекрасный шанс для команды бодибилдинга забить гол престижа. Сегодняшний баттл судят Иманд Пальчетис, выступающий спортсмен по силовому экстриму из клуба «Факел Стронг». Ашот Саркисян, тренер по функциональной подготовке из клуба «Сфера фитнес». Итак, парни, пожмите руки друг к другу. Давайте, что сделаем. Участник готов? Да. Участник готов? Да. Зрители готовы? Три, два, один, погнали! Итак, стартовала эта заруба. Напомню, что это третья схватка в командном противостоянии бодибилдинга и воркаута. Сегодня у нас на площадке очень фактурные парни. Пока 2-0 счет, гляди команда воркаута. Начинается этот дуэль с 15 выходов силой на турнике. Понятно, что это упражнение сейчас больше, конечно, близко Виталию Фищуку. Смотрим, с какой прекрасной техникой, в каком отличном темпе он его делает. Осмотрим, чем ему ответит представитель бодибилдинга. Участник Сафаров разбивает на серии свои упражнения. Но тоже очень неплохо, в хорошем темпе движется представитель бодибилдинга. Виталик настоящая машина. Сделал 15 выходов силой в один проход. И сейчас переходит к трастерам. Делай свое дело. Заполняются они с ополон-акселем, 50 килограмм. То есть вы понимаете, руки подзабились на турнике. И нужно еще сейчас брать штангу с вот этим вот широченным грифом. Весьма уверенно. Руслан Сафаров заканчивает на турнике. Что у нас сегодня поддерживает бодибилдинга? Также переходит к трастерам. Посмотрим на его технику выполнения этого упражнения. Хороший темп набирает Руслан. Это движение неплохо получается. Сейчас он имеет неплохие шансы догнать Виталия. Это уже упражнение более близко ему. Если первое было в пользу представителя воркаута, то сейчас они как раз играют на поле тех ребят, которые привыкли работать с железом. В хорошем темпе старается и Виталий работать. В результате спортсмены едут очень ровно. Визуально он даже выглядит больше, чем очень немаленький Руслан Сафаров. Заводит себя и зрителей Виталий. Прошло 2 минуты. Обещал он показать хорошее шоу в этой схватке. Руслан сосредоточен. В хорошем темпе работает он на полу на акселе. Очень плотная борьба. Почти вровень движутся спортсмены. Виталию это упражнение дается немного тяжелее, чем первое. Ну что ж, Руслан Сафаров вырывается вперед, дорогие друзья. Команда бодибилдинга имеет шансы. Шансы на гол престижа. Хотя еще вся заруба по большому счету впереди. Еще три очень непростых упражнения. Переводит дух и один, и второй спортсмен. Помогают им капитаны команд. Напомню, что Михаил Баратов собирал команду воркаута, а Юрий Карпенко команду бодибилдинга. Именно с их зарубой началось вот это противостояние воркаута и бодибилдинга. Если вы не видели его, то на нашем канале эта эпохальная заруба имеется. Всем настоятельно рекомендуется к просмотру. Ну что ж, Руслан Сафаров переходит на гирю. Представитель бодибилдинга ли первым? 20 стрельбков гири, 32 килограмма. Предстоит выполнить отметом. По 10 на каждую руку нужно сделать. Ну-ка давай, собирайся. Виталий Фищук все еще борется с оболом акселем. Закачивает, он управляет с такой силой, прямо с яростью швыряет штангу на пол. И сейчас переходит на третью базу. Руслан Сафаров старается оторваться. Но вот Виталий Фищук начинает свою гонку за лидером. У Сафарова темп повыше на гире. Ну вот он и приостановился тоже. Подустал, подустал Руслан. Трастеры, конечно, вымотали обоих. Это и так непростое упражнение. А тут еще оно и с оболом акселем делалось. Поэтому вдвойне было сложно. Виталий работает в таком очень размеренном темпе. Но старается не отдыхать. В целом, так же он работал и на турнике, на выходах силы, когда он в один проход все сделал. Видим мы, что гиря 32 килограмма не так легко поддается нашим титанам. Несмотря на то, что это огромные парни, весом почти под 100 килограмм, большой физической мощи. Но гиря 32 килограмма это вам не шутки. И даже они испытывают определенные затруднения с ней. Так, по дзерскому вокауту мы слышим. Давайте теперь услышим поддержку бодибилдинга. А впереди их ждет два комбинированных и очень интересных испытания. Спокойно, Руслан. В своем темпе работаем. Так что гиря еще покажет всем семечками. Молодец! Видимо, по лицам атлетов, насколько тяжело дается им это упражнение. Но стараются, стараются они за честь своих команд, за честь своего вида спорта. И вот уже впереди у нас гирястайдер вокаута. Виталий Фищук выдвигается на четвертую базу. Старается перевести дух. Давай, давай! Гирястайд! То есть ты поди, доброси его туда. А еще и выбрасывать нужно по всем правилам из седа. То есть спортсмен должен сделать присед, выпрямиться и бросить мяч. Начинает Виталий Фищук. И видим мы, что у него есть определенные проблемы с техникой. То есть это упражнение из кроссфита. И, скорее всего, он его никогда не делал. То есть он старается, да, вот смотрите, старается он выполнить его по всем правилам. Но он бросок делает не за счет ног. То есть не в одно движение. По идее, оно сделано так, что человек садится и как пружина выбрасывает мяч. А Виталий садится, встает и потом только силой рук швыряет мяч туда на 4 метра. Вот, видимо, что, несмотря на огромную усталость, у Виталия остается время на шоу. Руслан Сафаров также начинает борьбу с этим 12-килограммовым мячом. Задача попасть вот в верхнюю планку. То есть тут надо не просто бросить, нужно еще попасть. Это упражнение мы видели с вами, дорогие друзья, в баттле Екатерины Мамоновой и Елены Гулько. И девушки тогда тоже очень сильно с этим упражнением застревали. Потому что оно достаточно сложно технически. И тут задействованы не только силы, но еще и нужно кинуть с определенной точностью. Где у нас традиционная поддержка воркаута? Рано у нас борьба на площадке, дорогие друзья. Это очень непростое упражнение. Впереди еще фермерская прогулка. Мы видим, что не всегда мяч долетает до цели. А каждый бросок, удачный он или неудачный, он силы-то выпивает из атлетов. Смотрим, что очень-очень тяжело парням. Здоровые атлеты такие, многогранные, развитые, но при этом насколько тяжело даются им эти упражнения. Осталось 2 минуты. Борьба идет почти ноздря в ноздрю. Если закончится время выиграть, то кто больше сделал. Дополнительная сложность, если фитбол не попал в перекладину, он еще укатывается куда-то. Тратишь драгоценные секунды на то, чтобы за ним угнаться и вот взять его. Видимо, что Руслан Сафаров более четко выполняет. Более точно он попадает. За счет этого все-таки он экономит силы. Руслан Сафаров вырывается на финишную прямую, дорогие друзья. Фермерская прогулка ждет их. Два снаряда нужно удержать в руках в течение 60 секунд. Если вы помните, какая драма разыгрывалась у баттли с Артема Тарасову и Сергея Таранухи. Руслан Сафаров начинает первым. Виталий Фищук вторым подходит к этому финальному упражнению. И начинается борьба. Сила воли, морально-волевые качества, поддержка команды, поддержка зрителей. Здесь все сейчас нужно обоим атлетам. Стоят и держат изо всех сил оба спортсмена. Кто же победит? Заканчивается основное время схватки. Но победит тот, кто будет ближе. Руслан Сафаров опускает. Опускает он до самого финиша. Его старается он поднять. Но вот эти драгоценные секунды потеряны. Еще раз он роняет. Фищук держит, держит. Держит до последнего. Еще раз падает снаряд у Руслана Сафарова. Фищук имеет все шансы выиграть прямо сейчас на финише, дорогие друзья. Все, баттл завершен. Виталий Фищук на какие-то секунды вырывает победу в этом невероятном бою. Поражен Руслан Сафаров. Чуть-чуть ему не хватило. Лидером пришел он на финиш. Смотрите, что делает украинский хау. Да, такую машину по дикой остановит. Сумасшедший баттл мы видели. Все, последние силы кончились и у Виталия. И у Руслана приходят они в себя. Вот доктор сразу появляется на площадке. Ох, дорогие друзья, сумасшедшая заруба была. Великолепная. Оба показали просто фантастическое рвение. Вся команда воркаута бросается к Виталию Фищуку. 3-0. Они выиграли у сборной бодибилдинга. Но никто не может упрекнуть команду бодибилдеров. Каждый из них боролся до конца. Каждый из них отдал все силы. И практически везде победы-то выходили. Далеко не в одну калитку у представителей воркаута. А Виталий Фищук так и вообще на самом финише буквально с зубами вырвал эту победу. Да. Великолепный, великолепный баттл. Побольше бы таких. Настоящая мужская борьба. Оба спортсмена огромные, молодцы. Вот жена, мы видим, поздравляет Виталия Фищука с этой победой. Очень непросто ему было. Руслана Сафарова тоже поблагодарим за великолепный баттл. Ну что ж, счет становится 3-0. Побеждают сборная воркаута. Сегодня победил представитель команды воркаут Виталий. И как вы все понимаете, командную победу с сухим счетом 3-0, так сказать, одержала команда воркаут. Но я уже разговаривал с представителями бодибилдинга. Они мечтают взять реванш. И я думаю, нас всех впереди ждут крутые зарубы, которые, возможно, изменят эту ситуацию. Согласитесь, это было реально круто. Вы видели, какая была напряженная борьба. Всего несколько секунд определили победители. И в этот раз представитель бодибилдинга рубился абсолютно на равных. Действительно, совершенно нюансы у нас сегодня вывели победителя. Если вам это понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал в Ютубе, вступайте в группу ВКонтакте, подписывайтесь на наш канал в Инстаграме. И до новых крутых заруб. На сегодня все. До следующих встреч. Пока. И на этом, дорогие друзья, мы с вами прощаемся. Будьте здоровы. Я поздравляю вас с победой. Скажите, насколько тяжело она вам далась? Или легко? Это было очень тяжело. Я дооценил противника. Я знал, что примерно будет так. Я очень благодарен всем организаторам, своему сопернику. Это было очень достойно и сильно. А вы волновались? Скажите, я просто видела, пока схватка длилась, вы иногда очень сильно нервничали, и даже иногда казалось, что хотите все сбросить и уйти. Было такое? Честно, я хотел все бросить, но, понимаете, главное, это мотивация внутри. Главное, это любимый человек, который поддерживает, кричит. Я понимаю, что я ради нее все сделаю. Руслан, но вы проиграли в этой схватке. На самом деле, проиграли достойно. Мы все видели, что вы выкладывались на 100%. Какие эмоции у вас сейчас? Ну, эмоции хорошие. Ну, чуть-чуть расстроился, не потерпел в конце. Так, ну, в целом, конечно, хорошо. Давно хотел поучаствовать здесь. Очень рад за приглашение. А спортивное зло сейчас появилось? Ну, конечно, проигрывать-то никогда не хочется. Только мотивировать к дальнейшим победам. Хочется вернуться и выиграть? Конечно. А что не хватило для победы? Как вы сами считаете? Что помешало? Ну, чуть-чуть. Просто дохват подвел. Просто скользнул. Не то, что я не дотерпел. Шел, в принципе, характер показал. Просто, ну, наверное, время. Надо было работать с этим, я не знаю, интервентарем. Готовились к этому поединку или не готовились? Мало времени. У меня после чемпионата России по бодибилнигу было 20 дней. Ну, в принципе, 20 дней старался подготовиться максимально, как смог. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ